Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Задача обучения по теме крайнецеребральной травмы Мы дадим сейчас определение крайнецеребральной травмы Вы должны будете знать основные причины травматического повреждения головного мозга в популяции Знать классификацию крайнецеребральной травмы Понимать, что происходит в поврежденном результате травмы в мозге Понимать механизмы развития вторичных повреждений в головном мозге при крайнецеребральных травмах Знать основные виды осложнений черепно-мозговой травмы То есть крайнецеребральной травмы Знать тематику, вернее, знать тактику ведения пациента с черепно-мозговой травмой Знать основные проблемы, возникающие у пациента после черепно-мозговой травмы В сфере его физической, умственной активности и когнитивным потенциали Теперь, естественно, возникает вопрос Что такое крайнецеребральная травма? Почему мы называем крайнецеребральной травмой? В русской литературе, славянской литературе Крайнецеребральная травма пишется как черепно-мозговая травма Это очень правильное определение А что касается английской литературы В английской литературе крайнецеребральная травма называется Heat Injury Повредение головы Это как-то не совсем соответствует данной патологии Но понимается, что это крайнецеребральная травма Во всем мире обычно применяется словосочетание крайнецеребральная травма Потому что эти слова взяты из латинского определения Крайнецеребральная травма Травма — это повреждение Значит, крайнецеребральная травма — это сочетательные повреждения Механической энергии черепа и внутричерепного содержимого мозга Оболочек, кровеносных сосудов, черепных нервов То есть при крайнецеребральных травмах Происходит нарушение функции и головного мозга И черепно-мозговых нервов И повреждения костей черепа Еще при тяжелых травмах Черепно-мозговые травмы относятся к важнейшей проблеме здравоохранения И обществу в любой стране Это обусловлено Масштабностью ее распространения Особенно среди лиц трудоспособного в возрасте детей Высокой летальностью Частой постоянной или временной инвалидизации пострадавших Существенным отрицательным влиянием на демографию Чрезвычайной экономической обременительностью Для семьи и для государства И преимущественной техногенностью В мире травма как причина Уступает лишь сердечно-сосудистым Онкологическим И инфекционным заболеванием Однако По количеству недожитых лет Она оставляет далеко позади Своих конкурентов в кавычках В молодом возрасте Превышая летальность от сердечно-сосудистых заболеваний В 10 раз И онкологических заболеваний От рака в 20 раз При этом почти в 60% случаев Причиной черепно-мозговой травмы Это повреждение Именно головного мозга Черепно-мозговая травма Занимает первое место В летальности и инвалидизации населения В возле до 44 лет Ежегодно От крайне церебральной травмы В мире погибают Полтора миллиона человек 2,4 миллиона 2 миллиона 400 тысяч Людей Становятся инвалидами Соединенные Штаты Америки Ежегодно Получают черепно-мозговую травму 1 миллион 600 тысяч человек 51 тысяча из них погибает А 124 тысячи Становятся пожизненными Или на длительный срок инвалидами Общее количество инвалидов Вследствие травмы головного мозга Превышает 5 миллионов человек В России Ежегодно Черепно-мозговую травму Получают около 600 тысяч Человек В том числе детей до 30% Из них 50 тысяч погибают А еще столько же Становятся официально инвалидами Стоимость лечения и реабилитации Пациентов с черепно-мозговой Травмой Велика Согласно материалам Доклада Конгресса Соединенных Штатов Америки Прямые и непрямые расходы Связанные с травматическим Повреждением мозга Составляют в США 60 миллиардов долларов в год Конечно, эти миллиарды долларов Из кармана самих больных Самих пострадавших Лечение одного больного С легкой черепно-мозговой травмой В Штатах обходится 2700 долларов Затраты на первичные лечения В госпиталях Пострадавшего с тяжелой Черепно-мозговой травмой Провышают 150 тысяч долларов С учетом реабилитации И социальной помощи Ежегодные расходы На одного больного С последствием Тяжелой черепно-мозговой травмой Составляют в США 2 миллиона долларов А находящиеся в вегетативном состоянии Достигают до 10 миллионов долларов Что такое вегетативное состояние Я потом остановлюсь В конце 20-го и в начале 21-го века Кронозеребральная травма Мировой масштаб Привела характер пандемии Составляя 30-40% От общего числа всех травм Опережая по наносимому материальному ущербу Онкологических И сердечно-сосудских заболеваний Об этом пишут Указанные здесь авторы В том числе и наши работы Мои работы Работы моих учеников Частично посвящены Именно черепно-мозговым травмам Смертность От проникающих Открытых Кронозеребральных травм Составляет Более 39% От тяжелых Кронозеребральных травм При сочетании тяжелых ушибов Со сдавлением мозга Детальность достигает До 52,8% Тяжелая инвалидность Равняется Более 64% Это тоже Взятые из данных Здесь указанных Авторов В том числе и наших данных Теперь давайте остановимся На этиологических факторах Черепно-мозговой травмы Прежде всего Это автодорожные происшествия Более 50% Различные падения 21% Средельные ранения Это в мирное время Имеется в виду 12% Активные травмы 10% И различные прочие травмы 7% Эпидемиология Черепно-мозговой травм В мирное время Обладают закрытые Краницеребральные травмы По сравнению с открытыми При массовых катастрофах Военных действиях Землетрясениях В чрезвычайных ситуациях Их удель небес Еще возрастает Количество изолированных Краницеребральных травм Достигает До 48-50% Сочетанные Краницеребральные травмы Вот При этих Различных Катастрофах Достигает До 70-72% От общего Количества Травмы Что это имеется в виду Имеется в виду Травмы И грудной клетки И бручной полости И конечностей Среди всех Травм Значит Сочетанные Травмы Достигает До 72% Давайте Теперь остановимся На патогенезе Краницеребральные травмы Краницеребральные травмы Очень сложные Клиника порой При тяжелых Краницеребральных травмах Патогенез Краницеребральные травмы Очень сложные Клиника порой При тяжелых Краницеребральных травмах Протекает Атипично И поэтому Поэтому необходимым условием для врачей является глубокое изучение особенностей патогенеза, клинического течения, диагностики и современных методов лечения крайно-серебральной травмы, а для нейрохирургов и реаниматологов принципов интенсивной терапии в зависимости от тяжести состояния больных. Итак, исходным моментом всех патофизиологических процессов при черепно-мозговых травмах является действие механического фактора. Оба значения имеют два основных фактора механического характера. Во-первых, это временные изменения конфигурации черепа по типу общей и локальной его деформации. Во-вторых, возникновение переломов черепа и смещение мозга в полости черепа по отношению к внутренним стенкам полости и внутричерепным фиброзным перегородкам. Биомеханика крайне-серебральной травмы. Обратим внимание на слайд. Травма ускорения и замедления. При автокатастрофах, если вы обращали внимание на резком торможении, голова водителя или пассажира резко смещается вперед и ударяясь об лобовое стекло. И потом обратно в противоположном направлении двигается и ударяясь о спинку сиденья. И ударно-противоударные вот эти механизмы. При этом происходит, конечно, повреждение мозга. Вот смотрите, пожалуйста, на схематическое определение. При травм ускорения и замедления и ударно-противоударном механизме голова, ударяясь лбом, повреждаются лобные доли. И в обратном направлении начинается ускорение смещения головного мозга в полосу черепа и ударяясь о внутреннюю стенку затылочной кости. Таким образом повреждаются и в области удара, и в области противоудара. Я механика крайнецеребральной травмы. Травма воздействует местно. Это происходит в деформации костей черепа. Прогибается череп, отстрескивается внутренней пластинкой. Трещины появляются в костях черепа. Костные отломки могут образоваться. И повреждаются сам мозг. Самым страшным, очень тяжелым является перелом основания черепа. Это частый компонент тяжелой черепной мозговой травмы. Это повреждаются крыши орбитой, обитой, канали зрительного нерва, пирамиды в источнике кости, большое затылочное отверстие, разрыв твердой мозговой оболочки, нарушение герметичности полости черепа. И когда нарушается герметичность полости черепа, например, кровотечением или кровотечением из ушей и из носа, происходит инфицирование самого мозга. На этих слайдах вы видите, когда наносится удар по лобной области, повреждаются полюса лобных долей или висточных долей. При этом это по прямому механизму. А вот, когда удар приходит на затылочную область, такое же повреждение, как контр-кау, в противоположной стороне, могут повреждаться и полюса лобных долей, и полюса височных долей. Учитывая это обстоятельство, дорогие студенты, вы должны понимать, что повреждение головного мозга может происходить не только на месте нанесения удара, но и в противоположной стороне. Здесь также происходят вращательные изменения веществе мозга, молекул и образований внутриклеточных. При этом повреждаются аксоны, даже вплоть до разрыва аксонов. Аксоны – это линии ветви нейронов, и аксоны соединяют головной мозг со спинным мозгом, с волом мозга, и повреждение, массовое повреждение этих аксонов называется диффузное аксональное повреждение. Теперь я остановлюсь на некоторых моментах патогенеза, что касается, какие изменения происходят в головном мозге. При нанесении сверхсильного раздражителя, то есть удара на головной мозг, на голову, прежде всего, происходит молекулярное изменение в нервных клетках, и различные авторы для объяснения патогенеза ранецеребральной травмы предлагали различные теории. Например, по теории Дюре, это нарушение ликвородинамики. Вы знаете, дорогие студенты, что в головном мозге имеются 4 желудочка. В боковых желудочках есть такое образование плексус хореоидея, то есть сосудовое сплетение. Вот это сосудовое сплетение производит ликвор, спинномозговую жидкость. И эта спинномозговая жидкость из боковых желудочков поступает через форамент интервентускуальный монроф третий желудочек, из третьего желудочка через силевый водопровод в четвертый желудочек, из четвертого желудочка поступает ликвор через форамент мажанди и плюшка в субарахноидальное пространство головного мозга и спинного мозга, и центральный канал спинного мозга. При травмах головного мозга нарушается ликвородинамика. Есть такой ученый Смирнов, Леонид Федорович Смирнов, который предложил нарушение, теорию нарушения гемодинамики в перечерепномозговых травмах. При этом происходит нарушение гемодинамики мультуры черепа после удара. Это интракраниальное давление в области удара повышается, а на предоположном поле снижается. И сосуды на удар отвечают определенной реакцией. Особенно артериальные сосуды на сверхсильный раздражитель отвечают временным спазмом. То есть при этом поступление крови и, естественно, вместе с кровью кислорода и других веществ в головном мозге нарушается. Кроме этого, также были предложены теории нейродинамического повреждения. То есть изменяется после получения травмы нейродинамики, то есть функция самого головного мозга, когнитивные функции коры головного мозга. И основоположником этой теории являются, конечно, Сеченев, Павлов, обеих ученых вы хорошо знаете, и различные опыты, проведенные на собаках и на других животных, показали действительно, какие изменения могут произойти в веществе мозга, особенно в коре головного мозга. Также различают первичные повреждения мозга в результате непосредственного воздействия механической энергии на мозг. Первичные повреждения мозга включают очаговые ушибы и размощения мозга, диффузные акциональные повреждения, множественные распространенные внутромозговые геморрагии, контузии и разрывы ствола мозга. И вторичные повреждения причины социальных повреждений являются системные и внутричерепные. Системные причины вторичного повреждения включают в себя гипоксимию, гиперкапмию, гипокапмию, анемию, гипотензия, гиперкапмию и происходит электролитный дисбаланс. Какие внутричерепные причины вторичного повреждения? Это повышенное внутричерепное давление, то есть ликвальное давление в головном мозге повышается при тяжелых черепных травмах, при легких тоже незначительно повышается. В связи этого происходит отек мозга. Отек мозга приводит к массивным повредениям мозговой ткани и сама травма тоже вызывает массивные повредения. Результаты происходят инфицирования, поэтому они могут развиваться судорожные припадки. Вторичные повредения вот этой большепересисленной проблемы наступают в результате биохимических каскадов, быстро запускаемых травмой, что еще больше ухудшает клеточный метаболизм, так как затрудняет снабжение клеток мозга кислородом и нутриентами. Наличные повредения вызывают ищемии мозга являются важнейшими факторами, определяющими исход у пациентов с тяжелой травмой мозга. Что повредяется при крайне травмах? Это скальп, может стать источником массивной кровопотери, кости черепа, переломы кости черепа приводят к повреждению сосудов и нервов, оказывают защитные действия на различные структуры. И твердая мозговая оболочка, это фалькс разделяет полушария мозга на два полушария, вы сами знаете это, и намет мозжечка отделяет его от остальной полости черепа. То есть есть супракентариальная часть, это большие получали мозга, и субкентариальная часть головного мозга, это мозжечок, ствол мозга, там четвертый желудок, вороли мозг, ножки мозга, и подолговатый мозг. И мозг, первичные повреждения мозга происходят, и вторичные непрямые повреждения. Теперь я перейду на изложение классификации передно-мозговой травмой, крайне-церебральной травмой. Пожалуйста, обратите внимание на следующие даты. Еще в 1774 году французский ученый Пти по латинскому транскрипту пишет Петит, предложил классификацию закрытой черепно-мозговой травмы. По его классификации Гран-церебральной травмы он разделил на три формы. На коммоцию с отрезением головного мозга, на контузию ушиб головного мозга, и на компрессию с давлением головного мозга. Вот эта классификация взлетает за основу современной классификации, которая была принята в 1978 году под председательством председателя союзного нейрохирургического общества академика Коновалова Александра Николаевича, моего учителя. Я являюсь его учеником. К закрытым крайне церебральным травмам относится современная классификация. То есть то, что говорил ВТИ, в настоящее время сотрясение головного мозга как единая функциональная обратимая форма осталась еще с тех пор. А ушиб головного мозга, то есть скорее всего ушибы головного мозга делятся на легкую степень, среднюю тяжесть, то есть средней тяжести и на тяжелую степень. И различают различные виды сдавления головного мозга. Это сдавление головного мозга вызывается внутричерепными гематомами, которые разделяются на эпидуральные гематомы, субдуральные внутримозговые гематомы, костными отломками, то есть выдавленные переломы костей черепа, особенно свода черепа происходит. А очаги размещения с перифокальным отеком, субдральные гидромы и пневмоцефалия, то есть второжение воздуха в полость черепа вследствие повреждения лобной пазухи или основной пазухи. в последующем на основании полученных современных научных данных эта классификация была дополнена в 1991-1992 годах следующим формам черепа травмой это диффузное акциональное повредение головного мозга, о котором я выше напомнил из давления головы не головного мозга а именно из давления головы это длительное давление головы давление головы длительное давление головы происходит чаще всего при природных катастрофах при землетрясениях когда разрушаются многие здания остаются люди под обломками этих разрушений и при этом голова тоже может оставаться сдавленным в течение определенного времени часами и примером является землетрясение в советское время в 1987 году в Армении в Спитаке вот при этом землетрясении разрушились многие многотажные здания и среди этих разваний остались многие люди даже через несколько часов через день двое суток нашли людей с живыми особенно детей со сдавленными головами я принимал участие в лечении этих больных в институте нейрохирургии имени Бурденко в Москве когда я находился в этом институте в качестве докторанта это были очень тяжелые дети доставленные из города Спитака самолетом длительно приходилось лечить этих больных это очень тяжелые повреждения не только головного мозга но и мягких покровов костей черепа таким образом эта классификация вот так была дополнена теперь клинически различает легкую черепно-мозговую травму этой форме черепной травмы относятся сотрясение головного мозга ушиб головного мозга легкой степени и крайне церебральная травма средней тяжести ушиб мозга средней степени и тяжелая черепно-мозговая травма ушиб мозга тяжелой степени издавления головного мозга диффузно-акциональные повреждения издавления головы Одним словом, тяжелые формы черепно-мозговой травмы – это те формы, которые часто приводят к смертельным исходам, если вовремя не определить и вовремя не оказывать нейрохирургическую помощь. По темпам издавления головного мозга различают острое издавление – это угрожающая клиническая манифестация в течение 24 часов после травмы, подострое – манифестация на протяжении 2-14 суток после травмы, хроническая – угрожающая клиническая синдроматическая после 15 суток и более после крайне церебральной травмы. Различают различные фазы черепно-мозговой травмы – это фаза клинической компенсации, фаза клинической субкомпенсации, фаза умеренной клинической декомпенсации, фаза грубой клинической декомпенсации и терминальная фаза. Следующие периоды черепноводии травмы – это острый период при сотрясении, при ущипах мозга, при диффузном акциональном повредении, при сдавлении мозга. По-различному определяются, например, до 1-2 недель при сотрясении мозга, но остальные, сколько недель продолжаются эти периоды, вы можете прочитать в этих слайдах. Пробежитушный период, отдаленный период, то есть восстановительный период, при клиническом выздоровлении этот период длится до 1,5-2 лет. При проградиентном течении это неограничено. Диагностика черепноводии травмы. Прежде всего, при посетении больного стационар, и не только стационар, если вы работаете, дорогие студенты, будучи врачом скорой помощи, на машине скорой помощи, когда вы приезжаете оказать помощь этим больным, необходимо обязательно обратить внимание на клинические факторы. Прежде всего, на жалобы пациента, на анамнез рамы. И осмотр больного по общей принятой методике надо проводить. Когда больных доставляете в клинику, там, конечно, в нейрохирургических отделениях, или в многопрофильных больницах, или вы, если доставили в реанимационное отделение, там производится для точного определения характера черепноводии травмы, краниография, эхоэнцефалоскопия. Эти методы исследованы, они имеются сейчас почти во всех районных больницах. А есть еще более специализированные методы, исследования теребральной ангиографии, это имеется в отдельных клиниках. Но, естественно, по показаниям, через определенное время, этим больным рекомендуется лимбальная пункция, если нет противопоказания. Компьютерная томография головного мозга, магнитоизонансная томография и транскраниальная доплерография. Вот здесь, как вы видите, показана методика проведения различных методов диагностики. Это компьютерный томограф, филиппский аппарат показан, ангиограф показан и ангиограф. Аппарат ангиограф после введения контраста в сосуде головного мозга показывает кровосообщение мозга. Вот как раз на экране, на экране вы видите, как проведена ангиография и какие сосуды, как кровоснабжает головной мозг. Нет ли повреждения этих сосудов. Клиника закрытой кронотеребральной травмой. Дорогие слушатели и студенты. В клиническом течении трансферебральной травмой наблюдаются следующие группы симптомов и синдромов. Это надо запомнить для того, чтобы любому специалисту, для того, чтобы в остром периоде или в отдаленном периоде, или в промежуточном периоде этим больным, чтобы правильно оказывать помощь. Это, прежде всего, общемозговые симптомы. К ним относятся головная боль, тошнота, рвота и некоторые другие симптомы. Очаговые симптомы. Очаговые симптомы возникают именно с места повреждения отдельных очагов головного мозга. Например, если гирус централиз антериор или гирус предцентрализ повреждаются в правом полушарии, то происходит, возникает, развивается гемипорез в левых конечностях или монопорез в зависимости от распространенности очагов. Или если повреждения имеются, допустим, в области гирус ангуляриз, или эта зона является как центр брака, называется. Если повреждения центр брака в левом полушарии, обычно у них происходит моторная афазия и так далее. Вы эти симптомы изучали по курсу неврологии, поэтому я перечислять все эти симптомы не стану. Но вы должны понимать, что кроме общемозговых симптомов имеются очаговые симптомы. Есть еще третья группа симптомов – очаговые симптомы, исходящие из отдаленных участков мозга и подсоседства. То есть повреждения на одном месте, а очаги из соседних участков очаговые симптомы могут возникать. Например, при повреждении двигательной зоны, рядом находится и чувствительная зона, то есть гирус постцентрализм. Может произойти и нарушение кровообращения в этой зоне с развитием очаговых симптомов на отдалении и подсоседству. Еще группа симптомов – это вегетосоматические симптомы, симптомы, возникающие из внутренних органов. Вы сами знаете, что головной мозг является регулятором, и головной мозг является местом, то есть органом, который регулирует все функции организма. Прежде всего, при этом надо обратить внимание, что при вегетосоматических нарушениях происходит нарушение функции сердечно-сосудистой системы и дыхательной системы. И вот как раз изменение пульса, давления, сатурации, нарушение функции самого сердца, нарушение функции легких – все это относится к вегетосоматическим симптомам. Также к вегетосоматическим симптомам относятся к нарушению функции органов брюшной полости. Следующая группа симптомов – это симптомы дислокации и вклиния при тяжелых черепных мозговых травмах. Об этом чуть позже я вам доложу. Это очень важные симптомы, то есть при черепных мозговых травмах может происходить дислокация головного мозга. Поперечная, то есть дислокация, фистикальная такая дислокация. Как это происходит и вследствие чего мы еще остановимся на этих симптомах. Ведущим признаком крайне церебральной травмы является нарушение сознания пострадавших. Была принята классификация в 1982 году под руководством того же академика Коновалова «Классификация состояния сознания при экранизированных травмах». И при этом выделяют следующие семь градаций состояния сознания. Это ясное сознание, оглушение умеренное, оглушение глубокое, сопр, умеренная кома, кома глубокая, кома запредельная, терминальная кома. В соответствии с этой классификацией была разработана Московская шкала Комы моим учителем Алексеем Шахновичем и мною. И эта классификация Московская шкала Комы сейчас применяется во многих странах мира. И для того, чтобы определить состояние сознания, здесь исследуется 6 неврологических симптомов для определения схемии в состоянии сознания. Для того, чтобы разработать эту шкалу, нам приходилось исследовать более чем тысячи больных в 5 ведущих в нейрохирургических клиниках бывшего Советского Союза, в том числе и в нашей клинике, в Американском медицинском институте, в Институте нейрохирургии имени Бурденко, военной медицинской академии имени Кирова в Ленинграде, в Тартовском университете, в Хауновском университете и так далее. И вот по этой шкале, если вы обращаете внимание, когда есть ясное сознание, они открывают глаз на звуки боль, выполняют инструкцию, отвечают на вопросы, ориентировка не нарушена. При умеренном оглушении происходит нарушение оглушения, нарушение ориентировки. При глубоком оглушении происходит нарушение и ответа на вопросов. Они могут не отвечать или однозначно отвечать «да» или «нет», и ориентировка нарушается. В Сопорозе сознание, или есть такое определение «аполический синдром», об этом тоже я несколько позже вам объясню. При Сопоре, значит, больный не открывает глаз на звуки боль, не выполняет инструкцию, не отвечает на вопросы. Ориентировка, конечно, нарушена, само собой разумеется. Есть еще два симптома, это двухсторонний фиксильный медряс и мышечная атония. Они характерны для тяжелых коматозных состояний. Это как при глубокой коме появляется мышечная атония, при запредельной коме появляется и двухсторонний медряс вместе с мышечной атонией. Также разработана была шкала больных оттенков состояния больных. У этих более тысячи больных мы проверяли, исследовали 118 нейрологических признаков и клинических признаков. Из них 14 признаков легли в основу для разработки данной шкалы. Как видно, здесь вот это шесть нейрологических симптомов, с помощью которых мы определяем состояние сознание, присутствуют и здесь. Кроме этого, здесь имеется отсутствие симптомов Мажанди, вот баллы даются им, наличие качественного рефлекса. Баллы не с воздуха взяты. Они путем статистической обработки на вычисленных машинах, компьютерах, индексы были определены и присвоены были эти баллы. И так далее. На этом слайде вы потом еще более глубоко можете изучить. Оттенка тяжести состояния больных в остром периоде, включая прогноз как для жизни, так и восстановление трудоспособности, может быть полной лишь при учете как минимум трех слагаемых, а именно, вообще для оценки тяжести состояния больных в том же 1982 году была принята классификация тяжести состояния больных, то есть градации тяжести состояния больных. И при определении тяжести состояния больных прежде всего необходимо исследовать состояние сознания по шкале Комы, Московской шкале Комы или по шкале Глазга. Есть шкала Комы и Глазга, тоже очень широкое распространение получила. И состояние жизнобажных функций, это сердечно-сосудистая деятельность, дыхательная деятельность и лишь в третью очередь состояние очаговых неврологических функций. Эти классификации и о клинической форме я выше вам объяснил. Здесь мы сейчас остановимся на основополагающих для определения закрытой черепной мозги травмы и открытой черепной травмы моментах. Вот это определение необходимо, дорогие студенты, вам знать наизусть, когда можно называть закрытой кранитеребральной травмой, когда можно называть открытой кранитеребральной травмой. Закрытая черепная мозги травма при этом закрытой мозги травмы полость черепа не сообщается с внешней средой через раневой канал или через раневой канал, соединенный с естественными отверстиями и путями. Что это значит? Это означает, что проникающего в полость черепа раневого канала нет. Даже через естественные отверстия. Это имеется в виду носовые ходы, где имеются наружные слуховые проходы. При открытых черепно-мозговых травмах полость черепа имеет сообщение с внешней средой через раневой канал или через раневой канал, соединенный с естественными отверстиями и путями, например, с носовыми путями или проходами и ушными проходами или путями. То есть происходит при открытых, проникающих черепно-мозговых травмах ликварея, износа или из ушей. При переломах основания черепа назоликвареи и отоликвареи происходит потому, что повреждаются и твердая оболочка, и барабанная перепонка. Через трещу на основании черепа может происходить назоликварея или отоликварея. Вот при закрытых черепно-мозговых травмах, повреждений, при которых отсутствует нарушение селостности покров головы, либо имеются раны мягкой ткани без повреждения паневроза, переломок оси свода черепа, не сопровождающихся ранением при лежащих мягкой ткани и паневроза. Для открытых черепно-мозговых травмах имеются повреждения, при которых имеются раны мягкой ткани головы и повреждается паневроз. Происходит перелом основания черепа с повреждением головного мозга, может сопровождаться кровотечением или ликварей из уха и носа, как бы сейчас сказал. Имеется опасность первичного или вторичного инфицирования внутричерепного зарежима. Что касается клинического очищения различных форм крайне-серебральной травмы, здесь я вкратце остановлюсь на отдельных симптомах. Например, при сотрясении головного мозга, комоция теребря, покручение сознания до 15 минут, ретро-антероградная амнезия, плашнота, рвота, головная боль, головокружение, вегетативная дефункция, чувство жара, шума, шага, потливость, колебание артериального давления, тахибрадикардия, приливы крови к лицу, нарушение сна, улучшение состояния в течение 7-10 дней, лабильная анезорефлексия, мелькоразмашистый гранитальный нистагм, легкие оболоченные симптомы, исчезающие за 3-7 суток, отсутствие повреждений косы черепа, ликвыр в норме, и фринциальная диагностика сотрясения необходима, и фринцирует от ушиба головного мозга, более длительные потери сознания при ушибах мозга, наличие очаговой симптоматики, неврологической симптоматики очаговой, И вот ушиб головного мозга легкой степени. Ущип головного мозга в легкой степени, указанное при сотрясении головного мозга, приблизительно добавляется еще и в отдельных случаях повреждение костей черепа, линейные переломы. И потеря сознания здесь от 15 минут до 1 часа, головная боль, точность рвота, как и при сотрясении головного мозга происходит. Прегресс симптоматических наступает через 14-18 суток и происходит умеренное субарахноидальное кровоизлияние. При ущипах головного мозга в средней степени, через сознание от 1 часа до 6 часов, выраженная ретро-комградная антроградная амнезия, сильная головная боль, многократная рвота, проходящие витальные расстройства, брадикардия, тахикардия, повышение артериального давления, тахипноя без нарушения ритма дыхания, изменение цикла сон-бодрствования, субфибрилитет, симптомы регрессируют в течение 21-35 дней и более. Может быть и еще оболоченные признаки, саволовые симптомы, из тагом, изоциата мышечного тонуса, ухожильных рефлексов, двухсторонные патологические знаки, субарахноидальное кровоизлияние, отоликварея, нозоликварея, отчетливая тяговая симптоматическая зрачковая и глазодвигательная нарушение, порезы, гиперсфизия может происходить, если повреждение речевого центра различных видов афазии, при ушибе головного мозга тяжелой степени, потеря сознания от нескольких дней, недель до нескольких месяцев, то есть нарушение сознания, может быть потеря, есть нарушение общее определение нарушения сознания, часто наблюдается психомоторное возбуждение, тяжелые витальные нарушения, тахипноя, гипертермия, симптомы рефлексируют через 2-4-6 месяцев и даже более, потому что некоторая часть этих больных на всю жизнь могут остаться инвалидами и впасть в вегетативное состояние, то есть в аполитическое состояние. У них появляются циволовые знаки, плавающие глазные яблоки, порез взора, тонический нестагм, двухсторонний медряз или мёзд, нарушение глотания, меняющийся тонус, дистрибационная ригидность, повышение или понижение сухожильных рефлексов, рефлексы орального автоматизма, судорожные припадки, перелом основания черепа, угрожающая гипертермия, отарея, ликварея, отоликварея или назоликварея. Вот состояние больного, у которого ушиб головного могла тяжелой степени, дистрибационная ригидность у них появляется, различные формы дистрибационной ригидности. Клиника компьютерно-томографическая классификация ушиб головного мозга, медкочаговый ушиб мозга, корковой или подкорково-корковой локализации, объём которого не превышает 30 кубик сантиметров. На томограмме медкочаговый ушиб имеется в правой лобной доле ограниченный очаг ушиба головного мозга. Объём локализации, объём этого ушиба от 30 до 50 кубик сантиметров. Вот здесь на томограмме, на компьютерном томограмме имеется довольно крупный очаг ушиба с кровоизлиянием, лобной области справа с перифокальным отёком. Распространённый очаг ушиба мозга, распространяющийся на кору, подкоркообразование, объёмом более 50 кубик сантиметров. Обратим внимание, в левой лобной доле и в левой височной доле имеются очаги ушиба с кровоизлиянием, с перифокальным отёком, с дислокацией мозга, с латеральной дислокацией. Множественный очагивающий мозг располагающийся с одной стороны или с двух сторон. Распространённый объём и объём в обоих получали головного мозга. Вот видите, полюс лобной доли, полюс височной доли с перифокальным отёком и с дислокацией головного мозга. Ушибы мозжечка. Очень тяжело притекает ушибы мозжечка. Отличающийся специфичностью течения. Тяжесть клинического состояния больного склонна к развитию окклюзионной гидроцефалии вследствие сдавления ликвопроводящих путей, в частности водопровода мозга. От ушиб кровоизлияния в мозжечок. Отчёт 4-й делочек. Отёк мозжечка. Ушиб ствола мозга. Обычно обслуживающий крайне тяжёлые состояния возрождавшего. С грубым нарушением витальных функций. Обратите внимание, что ушиб мозга, ушиб ствола мозга, воролевого моста, с произведением воролевого моста и отёком воролевого моста и мозжечка. Диффузно-оксиональное повреждение мозга. Отдельное надо понимать диффузно-оксиональное повреждение мозга. Я, когда объяснял вам патогенец терминовой травмы, остановился на диффузно-оксиональных повреждениях головного мозга и показал в слайде, как повреждаются оксоны. И при этом происходит длительное коматозное состояние. Мозг отекает. Тяжёлый отёк головного мозга развивается с тяжёлым нарушением сознания, длительным коматозным состоянием. У них наблюдается гипертермия, гипергидроз, гиперсаливация, нарушение дыхания, симметричная или асимметричная десеребрация, гекортикация, изменение мышечного тонуса от диффузной мышечной гипотонии до гормитонии. Переход от комы в стойкое вегетативное состояние. Вегетативное состояние или аполитический синдром по-другому называется состояние между жизнью и смертью. При этом происходит следующее нарушение. При полном отсутствии корковых функций, при полном отсутствии корковых функций, может оставаться оставаться ненарушенной или при полном отсутствии корковых функций, остаются основные функции ствола мозга, то есть это дыхание и сердечная деятельность. В следствии повреждения ствола мозга у них происходит паразит взоров вверх, снижение и отсутствие корнеальных рефлексов, улетение или выпадение околосифонического рефлекса, минигиальный синдром, скованность, психические нарушения, повышение внутрочерепного давления, лицевые синтенезии и сживания, причмокывающие, взрывательные и глотательные автоматизмы, тетра-синдромы пирамидно-экстрапирамидного характера. Теперь давление головного мозга. Я выше рассказал вам о том, что имеются различные внутрочерепные гематомы и различные другие виды давления мозга. Я здесь сейчас покажу вам, продемонстрирую вам компьютерные томограммы и МРТ. Вот эпидуральные гематомы, субдуральные, интерцеребральные, интервентрикулярные гематомы. Это схематическое изображение с левой стороны эпидуральной гематомы, с правой стороны субдуральной гематомы, затычной теменной области внутримозговой гематомы со смещением желудочной системы. Здесь на компьютерном томограммах имеется эпидуральная гематома, левый верхний слайд и внутримозговая гематома, нижний слайд, а также правый верхний слайд, это субдуральная гематома, ну и внутримозговые гематомы в нижних слайдах. Ставление головного мозга гематомой происходит тогда, когда образуется в поле черепа критический объем гематомы. Критическим объемом эпидуральный гематом считается 50-60 мл крови, изливающейся. При субдуральных гематомах 100-120 мл, при интерцеребральных гематомах 150-160 мл крови. интерцеребральные гематомы образуются чаще всего в сети ушибов головного мозга, особенно при тяжелых ушибах головного мозга. В низком течении оставление головного мозга различает наличие светлого промежутка медлят на стороне гематомы 40-60 процентов случаев. То есть зрачок на стороне гематомы расширяется, а он из заколе появляется. Брадикардия у них появляется. Общемозговые симптомы, очаговые симптомы, гемипорез, анезокария, судорожний синдром появляются стволовые симптомы. При этом повышается внутреннее давление, конечно, начальные симптомы дислокации из давления верхних отделов ствола, выраженные симптомы дислокации и ущемления среднего мозга, глубокие гематозные состояния, с грубым нарушением мышечного тонуса, расстройства дыхания, брадикардия, материальная гипертензия, зрачковые и голододвигательные нарушения. в зависимости от времени гематомы различают острые гематомы, первые трое суток после травмы. Подострые симптоматика проявляется от трех суток до трех недель и хронические гематомы свыше трех недель после травмы. В зависимости от объема излившейся крови различают малые гематомы, средние гематомы, большие гематомы и гигантские более 200 миллилитров крови. Что касается эпидуральных гематом, при этом скопление крови происходит между внутренней стенкой костей черепа и твердой мозговой оболочкой. При эпидуральных гематомах у больных развивается постепенно острая потеря сознания, наличие светлого промежутка, головная боль, точность рвота, гомолатеральный медряз, контрлатеральный гемипорез с преобладанием в руке, снижение прямой фотореакции, порез лицевого нерва по центральному типу. Вот схематические изображения эпидуральных гематомы. Дора матер подведения к самогематому и компрессии головного мозга, а также компрессия и желудочков мозга. Это компьютерно-магографическое изображение, полунообразный гематома между твердой оболочкой и внутренней стенкой свода черепа с дислокацией, боковой дислокацией боковых желудочков, латеральной дислокации. Вот гематома. Это схематическое изображение. И эпидуральные гематомы могут также образоваться при выдавленных переломах кости черепа. Здесь на слайде это видно. Эпидуральные гематомы в правой височно-теменной области. Острая эпидуральная гематома в затылочной области изображена здесь. И схематически тоже показана височно-теменно в лобной области большая гематома. Лобная область эпидуральная гематома. Здесь эпидуральная гематома очень распространенная правой теменно-лобной области. Это МРТ. На МРТ тоже видите имеется эпидуральная гематома в теменной области. Клинические проявления утра сознания после этого промежутка быстрого нарастания в логической симптоматике и так далее. Теперь субдиральная гематома. При субдиральных гематомах так же как при эпидуральных чаще всего при субдиральных гематомах происходит гомолитеральный медряз, контролитеральный гемипорез, застойный дискозрительных нервов, нарушение сознания по стволовому или куарковому типу. Корсковский синдром, сутральные припадки, снижение памяти, неврозоподобный синдром, когда они выходят из этого состояния. Здесь схематически изображена, где образуется субдиральная гематома. Это подтвердая мозговая облачка, которая матерь и межмозговым веществом арахноидея мягкой оболочкой. Паутинообразная оболочка и мягкая оболочка это два диска мягкой мозговой оболочки. Вот субдиральная гематома правой лобно-теменно-затирочной области распространенная такая. Это схематически субдиральная гематома левой лобно-височно-теменной области дислокации латеральная дислокация желудочка боковой желудочной волны мозга в противоположную сторону правую сторону смещения. Здесь тоже гематома но правой лобно-теменно-дотылочной области. это МРТ обширная большая гематома левой лобно-височно-теменно-затирочной области субдиральная двухсторонная субдиральная гематома чаще всего субдиральная гематома двухсторонная бывает хроническими. Здесь образование гематомы в правой теменно- источной области. Также имеется подкожная гематома с повреждением костей черепа образованием еще и подкожной гематомы. Двухсторонная гематома в правом получали имеется субдиральная гематома в левом получали эпидуральная гематома. в левой височной области субдиральная гематома здесь МРТ. В левой височно- теменно-затылочной области эпидуральная гематома неправильно определяется левой правой височно- теменно-затылочной области справа в записи произошла ошибка. И в левой теменной области имеется эпидуральная гематома в левой теменно-височной области. Клинически проявляется субдиральная гематома утра сознания подсветлого промежутка. Что такое подсветлый промежуток? Это они, когда поступают в клинику в начале на месте происшествия или до поступления в стационар у них происходит нарушение состояния сознания, то есть нарушение состояния сознания после потери сознания на определенное время. Потом они приходят в сознание и в течение определенного времени в зависимости образования гематомы, то есть критического объема гематомы у этих больных сознание остается более-менее или умеренно огрущенным или ясным. когда накапливается критический объем гематомы, об этом я выше указал вам, для эпидуральной гематомы это 50-60 миллилитров, для субдуральных это 120 миллилитров, и вот когда образуется критический объем гематомы, они вновь впадают в коматоз состояние и появляются различные очаговые симптомы со стороны черепно-мозговых нервов и корковые очаговые симптомы. Вот этот промежуток между первой потерей сознания и следующей потерей сознания считается светлым промежутком. Более медленнее, чем при эпидуральной гематоме на расстоянии симптоматики. Головная боль, когда они приходят в сознание, у них голова болит, точнота появляется, неоднократная рвота может быть, развивается постепенный гемиполез, гемиполегия, как я уже сказал, развивается анизокария, то есть расширение зрачка на стороне гематомы, может подниматься артериальное давление и развивается естественно брадикардия, это как кушинг-рефлекс. Ну, внутромозговые гематомы в зависимости от того, какие размеры различают малые, средние, большие, от глубины прилегания различают субкартикальные, центральные гематомы мозжечка, вот здесь показана внутромозговая гематома, это при автопсии внутромозговой гематомы и кровоизлияние в желудочке мозга. Видите, двухсторонная гематома размножения полисов лобных долей с образованием гематом и полисов в правой и в левой лобной доли. На этих МРТ показана большая внутромозговая гематома темно-затылочной области. Нутромозговая такая страшная большая гематома. Тромозговая гематома правой лобной области и в неправильной форме гомогенной интенсивно повышенная плотность ткани с четко очистленными краями, особенно когда она формируется именно в этой зоне. Двухсторонное размножение мозга в височных или лобных долей и сообразование мозговых гематом. Клиническая проверка интернациональной гематомы обычно является результатом разрывов вещества мозга. Его течение происходит по паренхиму мозга. Часто сочетается с диффузным акциональным повреждением. Неврологический дефицит зависит от локализации повреждений и размеров внутромозговых гематом. Приводит к подъему внутроземного давления, естественно. Прометонический синдром развивается при когда имеются внутромозговые гематомы, внутромозговые гематомы могут прорываться в желудочке головного мозга. Вот такие гематомы. И в результате появляются внутрожелудческие кровоизоляции, внутрожелудческие гематомы. В внутрожелудческих гематомах кровь скапливается в боковых желудочках, в третьем желудочке, в четвертом желудочке. При этом появляется гормитонический синдром, автоматизированная жестикуляция, гипертермия, артериальная гипертензия, объектативное стволовое нарушение, двусторонняя стволовая симптоматика и социациями нигиальных знаков по продольной оси тела, выражение нарушения витальных функций, гомотоза в состоянии. Вот она. Внутромозговая гематома прорывается в желудочке мозга с образованием внутрозелудочковых кровоизлияний или внутрозелудочковой гематомы. В различных стадиях гематомы различают. Вы ознакомитесь сами по этим слайдам. Повреждения кости черепа, как происходит, тоже здесь указано в конвистальных отделах. Линейные переломы, скотчатый перелом, выдавленный перелом, прессионные, депрессионные, различные переломы задней черепной ямки. Это все касается повреждений костей черепа. Вот на обычной рентгенограмме линейный перелом височно-теменных областей черепа. Здесь линейный перелом и выдавленный перелом теменной кости. Здесь тоже многоскотчатый выдавленный перелом. То есть обычная рентгенограмма тоже показывает в основном повреждения костей черепа. А гематомы не показывают. Гематомы показывают МСТ и КТ. Вот это многоскотчатый, раздробленный, выдавленный перелом теменно-височной, лобно-теменно-височной области кости черепа с продолжением трещины линейного перелома в фронторбитальную область, височную область на основании черепа. Это 3D, МСКТ, то есть компьютерная томограмма 3D изображения. Очень четко показывает, какие переломы могут происходить. Вдавленный перелом от свода черепа мы сейчас с вами ознакомились. При различных переломах при различных переломах костей черепа при различных переломах костей черепа может, особенно при переломах внутренней стенки лобной пазухи и основной пазухи может происходить пневмоцефалия, вторжение воздуха в полость черепа. Об этом мы остановились. Переломы основания черепа в наружной призраке могут быть позади ушной раковины, происходя в области соседнего отростка, такая подкожная гематома. И при переломах основания средней или передней черепной ямки происходит кровоизлияние в ретроорбитальную, ретро-бульбарную область в орбиту, симптом очков. Диффузно-акциональное повреждение возникает как результат натяжения нервных трактов при ускорении, замедлении и ротации мозговых структур. СТАП – это очень тяжелое повреждение мозга, поскольку вовлекает проводящие пути головного мозга. Впервые описано в 1956 году стричь, в которой используют термин «Diffuse Regeneration of the White Matter». Диффузно-акциональное повреждение – наиболее частая причина коматозного состояния у пациентов в отсутствии внутриджеребных гематом. Первичные повреждения являются результатом механизма ускорения замедления. Разрознанные или мультифокальные акциональные повреждения на всё протяжении подкоркового белого вещества, корпус коллозом и ствола мозга. Морфологические повреждения относят обычно геморрагический характер и преобладают в серединных структурах головного мозга. Диффузно-акциональное повреждение в основном выявляется компьютерно-томографическим исследованием. Геморрагические повреждения выявляются в 30% случаях. Эмирай, то есть МРТ, более чувствительное с точки зрения выявление геморрагических повреждений. Предпочтительные режимы флеер и градиент эхо. Геморрагические повреждения в таких тяжёлых кровоизлияниях, то есть выраженных кровоизлияниях мозга нет, обычно очаговые, небольшие кровоизлияния, супернодальные кровоизлияния, но мозг очень отёчен, еле умещается в полость черепа. Диффузно-акциональное повреждение Характеризуется диффузно-акциональное повреждение длительным коматозным состоянием с момента травмы. Обычно выражены стволовые симптомы. Порез рефлекторного взора вверх, симптом ажанди, двухсторонное угнетение или выпадение патриархи зрачков, отсутствие околцефалического рефлекса, симптом кукольных глаз. Вот такое состояние. При диффузно-акциональном повреждении, вообще и при тяжёлых других черепа травмах, больные находятся в длительном коматозном состоянии, поэтому тут необходимо подключить аппарат искусственного дыхания, искусственное кормление и интенсивная терапия. Интенсивная терапия этой болезни, поскольку нарушается сердечно-сосудная система, дыхательные функции и функции других внутренних органов. При сдавлении головы происходит деформация головы, длительное сдавление, вот о заболевательном спитахе я напомнил вам. Повреждение отёка мягкого покрова головы, черепа головного мозга, вдавленные переломы, последующие обширные некрозы тканей, интенсикация, возможная инфекция, нарушение дыхания, многократная рвота, психоэмоциональное напряжение, амнезия, диспептические явления, общая слабость. Появляются общие мозговые симптомы, зрительные, разодвигательные. Феномен псевдопореза может появиться лицевого нерва из-за асимметричного отёка лица. Феноменедизм, длительное сдавление головы, особый вид травмы, возникающий в результате последовательного воздействия динамической, кратковременной и статической длительной механической нагрузки, характеризующиеся морфологическими повреждениями, в том числе длительным сдавлением мягких покровов головы, черепа и мозга, клиническим наложением и взаимным отчащищением общего организма, общемозговой, серебральной и манитеребральной очаговой симптоматики. Вот это грамма повреждений и мягких покровов, и костей черепа, и мозговых оболочек, и размощения головного мозга. Это дети, которые лечились именно в институте нейрохирургии, именно Бурденко. Когда исследуем мы зрачки, обращаем внимание на величину зрачков. Здесь оба зрачка расширены. Медряз. Фотореакция утрачена. Фотореакция сохранена при чаще признаке обратимого на поражение свала мозга. Здесь анлизакария показана односторонное расширение зрачка. Чтобы студенты, вы могли при исследовании этих больных найти именно эти признаки. Расширение зрачков с обеих сторонами имеется. Или анлизакария с расширением зрачка с одной стороны. Опущение века – это птоз. И это при повреждении, как раз при нарушении функции нервного заколоматорис происходит. И расширение зрачка, анлизакария. Что касается об отношении дислокации. Видите, при гематомах давление мозга вызывает дислокацию, натриальную дислокацию боковых желудочков, со смещением головного мозга. Большое затылочное отверстие может происходить, если локализуется процесс в песочной доле или в мозжечке. Или в щель биша, центральной щели. Вот в среднем показано, как в френи под фаркс идет при птозральной гематоме. И в песочной доле идет под центральным церебелем. в щель биша. В щель биша. И трансцентральное вклинение тоже идет. И миндаликом мозжечка идет большое затылочное отверстие вклинения. Вот это вклинение и дислокация вклинения вот так изображена на этом схематическом рисунке. Призрик дислокации мозга повышается внутричерпное давление и снижается уровень сознания влокомы и в целе трояльный либо двухсторонний митрес, контроле трояльный гемопорез, падение респирации, кучный рефлекс, артериальная гипертензия, брадикардия. Ну, тактика на логоиспитальном этапе. Исторически большинство пациентов гиперинтеллировались авторегуляции. ABC, потом я объясню, иммобилизация, spinal immobilization, то есть иммобилизировать надо шейные позвонки. Примеры по поддержанию жизненно важных функций, быстрая транспортировка. При поступлении пациентов тяжелых, чем в стационаре, что надо делать? Прежде всего, конечно, необходимо тщательный осмотр, нейтрологические исследования, уровни глюкозы, крови, нацеджение этанола, наркотических веществ, нейтрологические исследования всех участков тела, осмотр смежными специалистами. В зависимости от состояния пациента, госпитализация в соматическое отделение либо в отделение интенсивной терапии. При наличии внутричневного кровоизлияния, решение вопросов оперативной вмещательности с последующей подготовкой больного к операции, ну, бритья головы, дополнительные какие-то исследования еще производят надо. Вот первое и самое главное, обеспечение проходимости дыхательных путей, эйрвей, 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 бризинг, адекватное дыхание надо обеспечить. На месте еще машине скорой помощи и циркуляющей поддержки гемодинамики надо осуществлять. Вот что и делается в стационаре. Главная цель предотвратить или минимизация вторичных повреждений головного мозга, профилактика эпоксии, профилактика артериальной гипотензии, профилактика кровой потери, профилактика или ограничение роста внутреннего давления. Вот такая помощь оказывается в палате интенсивной помощи, интенсивной терапии в реанимационном отделении вместе с нейрохирургами и реаниматологи. И интенсивная терапия тяжелой травмы. Это мониторинг артериального давления, инвазивного внутреннего давления, СОА-2, электрокардиография, пульсоксиметрия, про нарушение сознания до 8 баллов по шкале комы Глазга и до 30 баллов по московской шкале комы и БОС, искусственная вентиляция легких надо производить. Обратите внимание, когда имеется 8 баллов по шкале комы Глазга или до 30 баллов по московской шкале комы и когда больная оттенка состояния, 30 баллов всего, обязательно искусственная вентиляция легких, коррекция артериальной гипотонии, средний артериальный должен быть 90 мм целого столба, инфузионная терапия при недостаточной эффективности симптома симптома меметики, допамин, адреналин и так далее. Интенсивная терапия также лечения внутричерепной гипертензии, поддержание центрального периферического венозного давления и центрального давления до 70 мм присутствующего столба, использование гликокартикостроидов обычно не улучшает исход, но не бывает выхода и обязательно применяется гликокартикостроиды. внутричерепное давление снижается, можно снижать, снизить путем переливания манита и других гиперосматических препаратов. Основные параметры для жизненно важных функций в процессе интенсивного лечения гипертензии должно быть более 90 мм, внутричерепное давление не более 20-20 мм ртутного столба, серебрально-перфюзионное давление ЦПД не менее 70 мм, кислородная сатурация более 95%, кипровентиляция надо обеспечить нормам алимию, нормотермию, нормогеликемию, раннее питание, ранняя реабилитация. Ну, тактика при острых гепудральных гематомах. Дальше. Тактика при острых субдральных гематомах. Какие операции производятся здесь схематически показано. Тактика при ушибах мозга. Тактика при наличии ушиба мозга декомпрессивная трепанация. Тактика при борьбе задней черепной ямки. Это сами прочитайте на этих рисунках, на этих схемах, дорогие студенты. Тактика лечения в дальних переломках оси черепа. Козеводин терапия легкой червозной травмы. Покой, постельный режим, аналитетики, нолотропы, симптоматическая терапия. При очаговом травматическом повредении мозга имеются вот эти показания. Резван терапия очагового травматического повредения различными препаратами. Тактика врача общей практики при массовых поражениях и локальных случаях. Вот видите, схема сортировки я даю вам здесь. Это мы на основании применения московской шкалы комы и шкалы комы шкалы бальной отсеки состояния разработали именно схему сортировки оказания медицинской помощи эвакуации пораженных червозной травмой подряды первой медицинской помощи. Первая группа относится ясное сознание, когда БОС 65 баллов. Вторая группа умеренный и глубокий сопр бальной отсеки состояния когда 41 60 баллов. Когда кома умеренная и глубокая первая вторая кома первый второй называется кома 1,2 когда бальной отсеки состояния от 13 40 баллов. Какая помощь должна быть здесь в этой схеме дается и это для и военных и для гражданской обороны мы разработали эту схему. И четвертая группа запредельная кома когда 12 баллов и ниже это и корабль не осматривается потому что не сразу возможно там всего одна допустим машина скорой помощи или две машины скорой помощи массовой поражением людей при автокатастрофах или при других катастрофах и военное время тоже надо соблюдать вот эти схемы ну теперь применяя шкалу больных отсек состояния больным мы прожили к выводу что когда имеется 12 и ниже баллов все больные в наших случаях они погибли то есть летальность была 100% когда свыше 15 баллов от 20 до 30 баллов вероятность благоприятного исхода 43% от 40 до 50 баллов 78% от 50 до 60 до 50 баллов 92% это эти данные взяты из тех исследований которые мы проводили в институте имени Бурденко рандомизированные исследования кооперативные исследования из ведущих пяти нейрохирургических клиник и еще экзаменационные данные из двух ведущих нейрохирургических клиник Советского Союза общего вот шкала ком и глаз здесь три признака открывания глаз двигательные нарушения словесные реакции то есть ответ на вопрос когда имеется спонтанное открывание глаз 4 балла когда открывается на звук 3 балла на болевые раздражения 2 балла отсутствие открывания глаз при любых раздражениях 1 балл и так далее при двигательных реакциях тоже начиная от 6 баллов до 1 балла словесные ответы от 5 баллов до 1 балла дорогие студенты спасибо вам за внимание я здесь хочу вам сказать дорогие студенты что мы с вами сейчас общаемся через электронную сеть то есть обучение мы ведем сейчас на расстоянии я должен вам сказать ваше стремление ваша позиция для получения знания активного активная позиция и ваши планы в будущем каким врачам вы хотите стать это самое главное из числа ваших студентов наинозу наших студентов 5 курса обязательно в будущем я думаю что после окончания института некоторые из вас обязательно станете кандидатами наук профессорами академиками заслуженными деятелями для этого я хочу привести несколько крылатых таких фраз навайи хазрат бога академиками эти Продолжение следует... 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 Продолжение следует...